В Саратове набирает обороты народный проект «Олимпийская путевка» для Артема Чеботарева. Известный боксер не сомневается, что провести чемпионат мира в ледовом дворце спорта «Кристалл» реально. Эту идею поддерживают спонсоры, которые готовы профинансировать подготовку Чеботарева, и друзья, которые агитируют жителей региона прийти на такой важный в карьере боксера бой. Подробности в репортаже Юлии Шишкиной. Помахать кувалдой для призера чемпионата мира Артема Чеботарева не зазорно. Это упражнение укрепляет сразу несколько групп мышц и тренирует резкий удар, так необходимый боксеру. Чуть поживее, Артем, поживее. Пробивай, смещайся вправо. Известный саратовский боксер Артем Чеботарев вступил в фазу активных тренировок. Для чемпионата мира осталось меньше месяца. От предстоящего боя зависит шанс Чеботарева поехать на Олимпиаду-2016. Отрабатывая так называемый бой с тенью, Артем представляет своего главного соперника – украинца Дмитрия Митрофанова. В 2013-м Митрофанов буквально вырвал у Чеботарева победу на Спартакеаде в Казани. Потом были еще два боя, уже с победой саратовца. Предстоит четвертый. Соперник ниже на 11 сантиметров, соответственно, будет сокращать дистанцию. А Артему нужно навязать свой бокс. У него руки покороче. Мне придется его сдерживать на дистанции, бить как-то снизу. И двигаться, закручивать от него, чтобы он не поджимал меня. Хотим, чтобы, знаете, повысить выносливость. Потому что соперник, он меньше ростом, я думаю, он будет делать ставку на выносливость. Он будет хотеть Артема выиграть за счет выносливости. Ну, мы, соответственно, к этому готовимся. Выносливость нарабатывают кроссом. Каждый день Артем бегает по 8 километров. Тренировки по специальной физической подготовке два раза в день. А чтобы заставить организм работать с максимальной нагрузкой, спортсмен надевает специальную маску, которая имитирует кислородное голодание в горах. Предстоящий чемпионат мира пройдет в Саратове в Ледовом дворце спорта «Кристалл». Интрига в том, что региональное правительство отказалось выделить на бой необходимые 6 миллионов рублей. И Чеботарев решил взять всю организацию на себя. Идея такая. Если весь «Кристалл» заполнится зрителями, которые купят билет, это решит проблему финансирования, и олимпийская путевка для Чеботарева станет народной. Такое знаковое событие для нашей Саратовской области, которое должно что-то перевернуть в сердцах, в душах, именно сплотить наших земляков, саратовцев этим каким-то событием. Я думаю, что дай бог мы это сделаем, получится у нас, придут, поболеют. Проект народной путевки на Олимпиаду уже нашел поддержку у земляков Чеботарева. Руководство компании «Газпром Трансгаз Саратов» безвозмездно предоставило для тренировок санаторий «Нива под Марксом». Здесь к услугам спортсмена, спортплощадки, сауна, массажист и повар, который готов исполнить любой кулинарный каприз Артема. Друзья Чеботарева, среди которых немало боксеров, организовали целую кампанию в поддержку товарища. Что мы делаем? Мы ездим по предпринимателям, по бизнесменам, по знакомым, по друзьям и собираем деньги. Многие готовы, кто-то за рекламу, кто-то просто даже кому-то не нужна благодарственная грамота помогает нам. Чтобы о чемпионате мира в Саратове узнало как можно больше народу, группа поддержки выпустила сувенирную продукцию с фамилией Чеботарева – майки, бейсболки, боксерские перчатки. И бесплатно раздает наклейки на автомобиле с фамилией боксера. Это наш друг, мы с ним с детства выросли. Я думаю, это клеят те, кто искренне хочет, чтобы он победил. Только Саратов, только победа, а на чемпион! Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.